У голливудского актера Недек Беллами выдалась «Русская неделя». Он приехал в Москву, чтобы работать, но не до очередной роли в кино, а со студентами актерской школы, которые мечтают ни много ни мало о карьере в Голливуде. Фильмография самого Беллами насчитывает более ста картин, в их числе «Короли Дактауна», «Побег из Шоушенка» и «Джанго освобожденные». Нашей съемочной группе удалось не только поговорить с актером, но и побывать на его мастер-классе. Копировать друг друга, раскрепощаться и эмоционально раскрываться. На своих мастер-классах Нед Беллами делает акцент на практику, учит студентов доставать из себя эмоции, импровизировать и при этом все время двигаться. Его методика обучения называется «Американский реализм», а его студенты, как правило, новички в киноиндустрии и те, кто только надеются в нее попасть. Я посмотрел фильм «Сумеречная зона» и сразу понял, что Нед – лучший человек для того, чтобы вместе создать Академию актерского мастерства. Он снялся более чем в десятке фильмов. В Лос-Анджелесе у него уже 30 лет работает собственная школа для актеров. Он разработал идеальную программу, которую мы стали внедрять. Это второй визит голливудского актера в Москву. В этот раз в его расписание вместилось три мастер-класса для всех, кто захочет протестировать на себе голливудские практики и технологии актерского успеха. При этом актер нисколько не умаляет достоинств российской школы. Мне не кажется, что российским актерам чего-то не хватает. Возможно, только шансов. В России тренинги, как мне кажется, не менялись последние несколько десятилетий. В отличие от Америки, где постоянно появляются какие-то новые способы и методы обучения. Здесь не хватает некого режиссерского управления, ну а сами актеры просто великолепны. Между тем, российских актеров в Голливуде крайне мало. И дело тут не в уровне актерского мастерства, и даже не в английском, с явным русским акцентом, говорит звездный продюсер. В Голливуде просто мало русских ролей. Как правило, нужны плохие парни, а на эти роли, оказывается, проще позвать китайцев. Американским продюсерам российские актеры обходятся на порядок дешевле голливудских звезд. К примеру, Светлана Хоченкова за роль в «Россомахе» получила 300 тысяч долларов, а отказавшаяся от съемок Джессика Билл менее чем за 3 миллиона долларов сниматься не собиралась.